У всех галеристов спрашиваю об отношении к, в терминологии Андрея Кончаловского, к маринованной рыбе, то есть к акуле-херсту. Как вы считаете, это искусство или нет такого рода? Конечно, конечно, это искусство, безусловно. Но это, знаете, сейчас просто на херсте проверяют вообще, так сказать, всех. Да, это такая лакурная бумажка. А как тебе херст? Это то же самое, что по-прежнему приличный, но все-таки не совсем уверенный в своих отношениях народ все еще как бы сомневается в черном квадрате. И все равно, ну что-то как-то неловко уже сказать совсем, что ты совсем как-то, так сказать, невежественный человек и ничего не понимаешь. И с другой стороны, не понимаешь совсем в чем фишка, как говорят сейчас. Поэтому все это нуждается в толковании. Вообще современное искусство нуждается в толковании. И это этим многих смущает, на самом деле. Потому что мы привыкли считать, что искусство очень быстро и мгновенно на тебя воздействует. И я, как человек традиционных эмоций, тоже очень люблю, чтобы меня как-то сразу оп, и я сразу как бы вот мурашки побежали. Или там что-то такое ёкнуло, как мы говорим. Или засосало подложечкой. Мне это понятно. Но я тоже прошла какой-то диалектический путь к пониманию того, что мир изменился. Он говорит иногда на другом языке. На разных языках говорят люди. И они привыкли к разным визуальным образом. И существует какая-то часть искусства, которая нуждается в объяснении. Это ничего страшного. Просто нужно замедлиться и прочитать длинный текст, или что-то понять. И убедиться в том, что ты был прав или не прав. Может быть, тогда что-то с тобой произойдёт. Потому что не всегда происходит, когда мурашка. Иногда происходит, когда ты о чём-то задумался. Просто. Вот это ради того, чтобы ты о чём-то задумался. А это вообще тенденции какие-то современные? Или всегда надо было новое в искусстве объяснять? Вы ведь занимались историей культуры. Вы знаете про это больше, чем я. Вообще всегда, когда происходит слом, не слом, но какое-то происходит движение, всегда обычно люди этим очень недовольны. Человек – существо консервативное. Он так устроен. Ему как-то жить лучше, когда привычнее. И это понятно. И, опять же, мы же существа биологические. Условные рефлексы в нас срабатывают. Вот как бы срабатывает условный рефлекс на понимание. Ты сразу видишь, понимаешь, реагируешь. Когда что-то немножечко сдвигается в сторону, ты в недоумении раздражён. И любой, абсолютно любое движение вызывает первично такую реакцию. Чем отличается человек думающий от человека свободного, скажем так, от раздумий мгновенных? Интересный, пожалуйста. Тем, что он себя контролирует. То есть он осознан. Он понимает, да, вот что-то здесь не так, я не понимаю. А может задуматься или может попытаться вникнуть. Но, может быть, он что-то знает другое. Вот и всё. Поэтому лучше объяснить. Не дожидаться, пока человек тебя сразу обзовёт дураком. Объяснить ему, я это сделала мышленно. Я хотел сказать то-то. Мне кажется, главная причина во всей этой истории заключается в том, что люди, которые не понимают, они чувствуют себя обманутыми. И то есть презираемыми тем высокомерным существом, который думает, а он ничего не поймёт. Я ему это сейчас разъясню быстренько. А тут очень важно эту разницу сократить, чтобы тот человек, художник, который адресует или куратор, это абсолютно нормальному, заурядному, незнающему и неуверенному в своих знаниях человеку, адресовать это со всем уважением, с пониманием и желанием, чтобы он был рядом с тобой. Вот и всё. Высокомерие и амбиции с двух сторон – это наши главные враги. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».